В Таразе ни один из 50 офицеров запаса не отказался принять участие в месячных сборах. Сотрудники органов военного управления были приятно удивлены такой высокой сознательностью взрослых мужчин и их готовностью провести месяц в условиях воинской части. Все как один в назначенный срок прибыли в управление по делам обороны города Тараз. Также в Жамбулской области начался сбор военнообязанных из числа офицеров запаса, у которых подошел срок военной переподготовки. Организация сборов военнообязанных это сложный процесс, требующий координации различных военных органов, а также гражданских структур. Сотрудникам управления по делам обороны города Тараз предстояло изучить большое количество личных дел военнообязанных граждан, оповестить не только призываемых на сборы, но и их работодателей, а также обеспечить явку военнообязанных на сборный пункт. Сотрудники цонов, акиматов, различных управлений, работники заводов и предприятий с готовностью отложили свои дела гражданские, чтобы на один месяц, надев военную форму, вспомнить былые военные навыки, когда-то уже изученные ими в ходе прохождения службы по призыву или обучения на военных кафедрах. Им предстоит переподготовка по обучению по предметам боевой подготовки, по физической подготовке, морально-психологическому состоянию, чтобы свои знания повысили в профессиональном отношении. Сотрудники военной полиции напомнили призванным, что на период сборов они приравниваются к действующим военнослужащим и, соответственно, законы должны соблюдать, как подобает настоящим офицерам. В пункте приема личного состава гражданские лица преображаются. Выдача противогазов и их подгонка, обеспечение вещевым имуществом – это начальный этап погружения в военную профессию. Сотрудник Тарасского центра занятостей Ерлан Баюзаков стал офицером запаса после обучения на военной кафедре. Он с готовностью откликнулся на повестку о сборах и надеется, что после окончания переподготовки не только обновит свои военные знания, но и получит очередное офицерское звание. На работе меня без проблем отпустили. Надеюсь, сборы для меня будут полезными, и я вспомню все военные предметы, которые изучал на военной кафедре. После сборов я вернусь к своей работе в Центр занятости и, надеюсь, мне присвоят очередное воинское звание старший лейтенант. После облачения в военную форму сотрудника Центра занятости Ерлана Баюзакова не отличить от настоящего военнослужащего. На период сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. За счет государства им будет выплачена средняя заработная плата, а неработающим минимальная заработная плата. Сборы военнообязанных будут проходить на базе Центра подготовки мобилизационного резерва регионального командования ЮГ. В течение месяца офицеры запаса пройдут как теоретические занятия в классах, так и практические тренировки на полигоне. Обучать их будут профессионалы из числа офицеров и военнослужащих по контракту регионального командования ЮГ. Главная задача военнообязанных – вспомнить старые военные знания и обновить их новой информацией. Это важно, ведь на случай необходимости они встанут в строй не как солдаты, а как командиры воинских подразделений. И уже им предстоит обучать новичков в военной сфере. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко. Специально для 7.7 ТВ.